МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ноябрь 2021 года. Московский городской суд начинает рассмотрение дела о громком заказном убийстве, которое случилось 2 ноября 2009 года. В Москве тогда был расстрелян известный бизнесмен Шабтай Калманович. Вот очень, конечно, неожиданно было для меня его трагическая гибель. Обвинение предъявлено уроженцам Ингушетии Дзебраилу Костоеву, Али Белхароеву и Батыру Тумгоеву. Впустились на набережную, проехали Белый дом, и нужно было на Кутузовске возле британского посольства в сторону центра повернуть. На этом светофоре, соответственно, нас расстреляли. На прощании с Калмановичем в баскетбольном дворце подмосковного Видного зал был заставлен такими венками, глядя на которые было предельно ясно. Хоронят фигуру крупного масштаба. Я принадлежу к тем, кто работает с утра до вечера, чтобы заработать. Есть ли у меня бизнес, который получил себе период спокойствия благодаря тому, что мы пришли к некоторому взаимопониманию с мафией? Да. Одни восхищались его умением заколачивать большие деньги и решать любые вопросы. Другие ненавидели. Но и те, и другие сходились в том, что Шабтай Калманович – Остап Бендер международного масштаба. Беда Калмановича была в том, что он был арутилистом. В общем, слово арутилистом в данном случае не ругательство. Да? Он был человеком, который думал, что можно все. Подозревали, что Калманович – двойной или тройной агент, коварный шпион, обхитривший всех. Он работал и на КГБ, и на МОСАД работал, наверняка на другие разведки. Его называли бизнесменом, чьи руки по локоть в крови. И говорили, что к своему состоянию он вместе с бандитами шел по трупам. Многие его связывали с Солнцевской группировкой, многие связывали его с Таганской группировкой, с другими бандитами и так далее. А кто-то считал его гениальным продюсером, покровителем звезд и меценатом. Не было в шоу-бизнеса человека, который бы не знал, чтобы Таган Калманович. В 90-е Калманович стал возить в Россию зарубежных звезд. Неискушенная публика, которая раньше их видела по телевизору два раза в год в утренней почте, готова была отдать за билет любые деньги. Я надеюсь, вы отдыхаете замечательно. Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. АПЛОДИСМЕНТЫ Калманович страшно гордился тем, что имел отношение к первому концерту в Москве Майкла Джексона. Пригласить западную звезду, человека, который не из этой системы, крайне смысл. Мы были суперзнакомства с первыми людьми в американском шоу-бизнесе. Он привез в Москву Лайзу Минелли. И говорят, что даже закрутил с ней роман. Певица тогда плотно сидела на наркоте, много пила. Вояж в Россию прошел, как во сне. Но в целом ей все очень понравилось. О Ромазоте он называл другом. Опять же, вот тот случай, когда Ромазоте прилетел на частном самолете, инкогнито, то есть никто не знал все время. Ходил в шарфе, прятался. Калманович всегда дружил с самыми яркими представителями нашего шоу-бизнеса. И очень нравился артистам. Любой анекдот рассказывался с высочайшей артистичностью. Вечера всегда очень веселые. Вокруг мне очень весело. Очень галантно, тактично и при этом эротично общался. Мне поуронит ночь на ладони. Нас не догонят! Нас не догонят! Многие говорят, что Калманович имел отношение к раскрутке группы «Тату». Клим «Нас не догонят» стоил 93 тысячи долларов. И это 2001 год. Обязана Калмановичу и дико популярная в 90-е группа «Нана». Где ты была? И почему ты не пришла? Я не пойму! Он всегда брал практически все расходы по созданию новых программ. Он брал на себя. Калманович помог встать на ноги молодому дарованию Николаю Баскову. Басков на свой день рождения однозначно начинал с приезда к Шабтаю. Потому что Шабтай Басков всегда какой-нибудь подарочек на день рождения обязательно готовил. Мы всегда усвоительно смеялись, что приехал за подарком. И подарки от него принимали звезды уже маститые. Надо показать всем. Во славу Калмановича, кормильца нашей эстрады, пела даже Людмила Зыкина. Шабтай Генрихович Калманович родился 18 декабря 1947 года в литовском Каунасе. Семья была вполне обеспеченной. Отец – директор завода резиновых изделий, мать – бухгалтер на мясокомбинате. И вроде жили по тем меркам хорошо, но их тянуло на историческую родину. И папа с мамой подали прошение о выезде в Израиль. Им отказали. Они не успокоились, подавали новое-новое прошение. И все время следовали отказу. Шабтая, как сына таких неблагонадежных родителей, исключили из пионеров. Ему был закрыт путь в комсомол. Тщеславный мальчик был очень расстроен. Но после школы его чудесным образом приняли в институт. А затем семье наконец-то дали разрешение на выезд. И многие считают потому, что молодого Шабтая завербовал КГБ. Калманович очень любил рассказывать, что он был разведчиком высшей пробы. Так он давал понять, что знает уникальные секреты и имеет связи в сферах простым смертным, недоступным. Великий авантюрист, человек, который придумывал себе биографию, такую, какая нужна была именно в тот момент. Как только семья Калмановичей в 71-м году сошла с трапа самолета в аэропорту Бен-Гурион, Шабтая пригласили в комнату офицера спецслужб. И Шабтай убедительно рассказал о том, что никогда не имел контактов с КГБ. И подозрений не вызвал. Его семья 12 лет находилась в отказе. Поэтому доверие к ним было. Агентам, которые внедрялись в Израиль, не только в Израиль, но и в Израиль в данном случае, одна из задач было поставлено в ней тридцать общество, если возможно, в политический структуру. Приблизиться к правящей партии и делать карьеру. Шабтай совершил невозможное. Во время студенческой забастовки у стены плача он смело заговорил с премьер-министром Голдой Мейер и произвел на нее хорошее впечатление. Представляете, каким талантом психологическим нужно обладать, чтобы за короткую встречу, причем массовую, настолько обратить на себя внимание, чтобы тебя пригласили в высшую орган власть. Он стал работать в центре, который оказывал поддержку репатриантам из Советского Союза. И его работа быстро свернула на коммерческие рельсы. Он помогал им легализовать вывезенные нелегально деньги и драгоценности. И сливал информацию об этих людях и их дальнейшей судьбе КГБ. Английские источники упоминают, что КГБ ему помогало, в частности, после его переезда в Израиль, в том числе с деньгами. И первый опыт организации концертов у Калмановича случился именно в Израиле в 70-е годы. Его всегда тянуло к шоу-бизнесу. Он нашел золотую жилу в лице Владимира Высоцкого, который был звездой в Советском Союзе. И, конечно, его хотели увидеть и репатрианты в Израиле. Все русскоязычные знают Высоцкого. Даже лучше, чем англоязычные знают Битву. Бывшие граждане Советского Союза готовы были оказать Высоцкому любую помощь. За пару лет до смерти актер купил Мерседес. И заграничная машина часто ломалась. Нужны были дорогущие запчасти. И тогда Высоцкий поехал в Германию. У него не было денег. И тогда моя теща в доме моей тещины, Нелли Белаковская, известная история, собрала эмиграцию. Он пел весь вечер. После этого она достала, знаете, такое ведро для льда в виде цилиндра было сделано. И туда все кидали по 100-200 марок и так далее. Ему быстро собрали на пол Мерседеса, насколько я помню. Несмотря на то, что Высоцкий не владел языками, он вполне мог справиться с зарубежными гастролями сам. Жена француженка, дядя жил в Америке. Но его взялись опекать Шабтай Калманович и Бабек Сируш, сын иранского коммуниста, бежавшего в Советский Союз и сразу завербованного КГБ. Задачей Калмановича и Сируша было, чтобы Высоцкий во время заграничных гастролей не вздумал остаться на Западе. Они дружили с артистом и сливали всю информацию о мыслях и планах Высоцкого в нужных кабинетах. Шабтай Калманович действительно был первым человеком, который организовал заграничные гастроли Владимира Семеновича Высоцкого. 4 ноября 2009 года Калманович отправился на деловую встречу. За рулем автомобиля сидел его водитель Петр Туманов. В дороге бизнесмен говорил по телефону. И на Смоленской набережной, и рядом с его Мерседесом, правнялась легковушка российского производства. В ней были наемные убийцы. Шансов выжить у Калмановича не было. По версии следствия, роль киллера при убийстве Калмановича взял на себя Джабраил Костоев. Роль водителя Белый Приор и также по версии следствия взял на себя Али Белхароев. Именно там передвигался предполагаемый киллер. Ну, а роль Батыра Тумбуева заключалась в том, что он следил за Калмановичем. Водитель был ранен, но продолжал нажимать на газ и даже попытался догнать машину, в которой ехали люди, всадившие в шефа 19 пуль. Даже, как говорится, не хрипел, не сопел. Там было видно, что сразу человек мертвый. Я даже не думал, что что-то может произойти ни с Атариком, ни с ним. Просто это я не знаю. На мой взгляд, такие добрые, такие всем помогали, добрейшие люди. Ну, как? Я не представлялся. Атарик – это Атар Кавантришвили. Его убили в апреле 94-го. Он был главой ассоциации 21-й век, которая занималась крышеванием крупного бизнеса в столице, ОПГ нового типа. Но Кавантришвили называл себя бизнесменом. Тоже был меценатом, поддерживал спортсменов. Он был очень добрым и очень сердечным человеком. Иосиф Кобзон был близким другом Кавантришвили. И очень его уважал. Вместе с другими звездами нашей эстрады, политиками и представителями силовых структур. Провожал его в последний путь на Ваганьковском. А в 2009-м он пришел и на похороны Шабтая Калмановича. Вот только ничего хорошего о нем, как о Кавантришвили, говорить бы он не стал. Когда СФ Кобзон понял, с каким дерьмом он имеет дело. И после всего, что он для него сделал. Для него, понятно, это было большое разочарование. Ну, так это бывает. Тот, кто идет спать с псами, пусть не жалуется на плохо. Иосиф Давыдович Кобзон был не только столпом советской эстрады. Он был фигурой государственного масштаба. Заседал в Государственной Думе и занимался бизнесом. В 90-е он вместе с Шабтаем Калмановичем учредил компанию, которая торговала лекарствами. И партнеры ее назвали в честь своих дочерей. Лиад Натали. И, будем откровенны, во многом вес Калмановича это был вес Кобзона. А Кобзон был гиппопотамом. Калманович в одном из интервью говорил, что в хорошие времена на продаже лекарств зарабатывал до 4 миллионов долларов в день. И что он контролировал почти четверть российского рынка лекарств. Практически все аптеки Москвы принадлежали ему. То есть он еще и лечил целый город москвичей. И люди, которые без почтения относятся к покойному Калмановичу, говорят, что в фармацевтический бизнес его потянуло из-за проблем в интимной жизни. Он, скрипя зубы, об этом говорил, что он очень хотел найти лекарство от импотенции. Но в 62 года он уже, несмотря на все усилия и доступ к хорошим американским вещам, он уже перестал быть игроком большого секса. И чем больше он об этом рассказывал, тем больше было понятно, что он импотент. Кобзон имел невероятный авторитет и мог решить любой вопрос на самом высоком уровне. О таком партнере в России мечтали все бизнесмены. Но его союз с Калмановичем распался. Почему? Это тайна. Я как-то спросил, что произошло. И Шаптай изменился в лице, а он сказал, нет. Вот об этом говорить не будет. В ноябре 2021 года начались судебные слушания, которые должны пролить наконец-то свет на убийство одного из самых колоритных и ярких бизнесменов России. Он выглядел просто суперголосы длинные. Такой высокий, такой статный человек, красивый, красавчик. На скамье подсудимых Джабраил Костоев, Али Белхароев и Батыр Тумгоев. Доказано, что это они 12 лет назад убили Шаптая Калмановича. Один сидел за разбой и во всем создался оперу. Это был Батыр Тумгоев, коллектор. Белхароев также был судимым. Он участвовал в подмосковной ОПГ и был осужден за грабеж и отсидел пять лет. А Джабраил Костоев незадолго до убийства Калмановича освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за бандитизм. Тело бизнесмена с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября 2009 года в автомобиле в центре Москвы. Кроме того, с места происшествия был госпитализирован водитель убитого, который выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. ВЫСТРЕЛ Водитель Калмановича Петр Туманов повел себя как герой. Истекая кровью, он гнался за убийцами еще 4 километра. Мерседес в итоге вылетел с проезжей части и врезался в бордюр. Я поймал скорую проезжающую, выскочил на дорогу, остановил. Они уже там дальше по своим рациям вызвали другой экипаж. Новость о гибели Калмановича вызвала диаметрально противоположные отклики. Я плакал искренне, мне очень больно было на душе, очень тяжело. Не мог прийти в себя, потому что я не знаю, за что. У человека нет ничего святого, он готов продать родную мать несколько раз, кого он будет. Иногда это удается, иногда за это приходится расплачиваться. Ну, погано жил, погано подох. Полиция начала отрабатывать разные версии и очертила круг людей, которые могли быть причастны к гибели бизнесмена. Проверяла на причастность к преступлению жену Калмановича, Анастасию Калманович. Женщине, как показалось следствию, было выгодно, была выгодна смерть ее мужа. Богатый муж с большими связями в шоу-бизнесе организовал ей в нулевые съемки в разных фильмах. Сначала это были роли второго плана. Дом чужой, мебель чужая. Хочу новую купить. А потом красавица с пепельными волосами стала получать роли уже серьезнее. Рядом с такой девушкой должен быть мужчина образованный, состоявшийся. Она была эффектная женщина. Она была, знаете, такая, действительно вот, Анастасия фон Калманович. На нее посмотришь, и ты понимаешь, что перед тобой герцогиня, аллиграфиня, паронез. Но девичья фамилия Анастасии Брилева. Голубых кровей в ней нет. То есть девушка была с простой семьи. Она приехала в Москву с Риги. Журналисты не раз писали, что с Калмановичем красотку из Риги познакомил Атарик Вантришвили. Об этом рассказал в одном из интервью Иосиф Кобзон. Обидно назвав Анастасию подарком. Роман закрутился быстро. Калманович был старше на четверть века, но мужчины эффектны. Всегда улыбался. Он как-то был такой всегда на позитиве. У него были красивые костюмы, красивые рубашки, красивая одежда. Благодаря влиятельному и богатому супругу, помимо съемок в кино, Анастасия занялась раскруткой артистов. Он вложил в земкиру. Спасибо ему огромное. Надо отдать полный шаптаю, что он вложил первые деньги на запись альбома. Ну а как бы, чтобы эта Анастасия Калманович не была без дела, он приставил ее к земкиру. У Шаптая и Анастасии родилась дочь Даниэлла. Но брак продлился недолго. Калманович, как считали в его окружении, не простил измены. Шаптай узнал, что она ведет себя непристойно. Я постарался подобрать хорошее слово. Ведет себя непристойно, он с ней развелся. Калманович очень любил свою дочку и решил, что лучше, если она будет расти в Израиле. И после развода отправил девочку туда. Она была на опекунстве как раз-таки дочери первой жены. Дочь у него была Лиат. Лиат родилась в 1977 году, когда Шаптай только начал осваиваться в Израиле и женился на Татьяне Ярославской. Его первая жена была старше на 7 лет и работала врачом-гинекологом. Жениться на женщинах старше себя в то время не считалось зазорным, особенно в еврейской среде. С Татьяной они создали легальный и очень успешный бизнес – продажу косметики Мертвого моря. И супруги быстро разбогатели. Почему крупный капитал их не оттер и не взял это себе? Как делается во всем мире. Но однако же никто не оттер. Насчет того, что израильские спецслужбы могли помочь, тут я верю. Параллельно Калманович завел контакты с крупным международным бизнес-мошенником Флато Шароном. Помог ему избраться в Кнессет. Они друг друга нашли, потому что у обоих была такая принимательская жилка. И в то же время оба обладали умением выходить сухими из воды. В большинстве случаев. И маленькое государство Израиль быстро стало для Калмановича слишком тесным. Экономика вялая, политика скучная. Негде развернуться. И он устремился в Африку, где заработал уже действительно большие деньги. С женой генерала Момо он познакомился в самолете. И вскоре уже Момо стал президентом Сьерра-Леоне, а Шабтай получил там лицензию на добычу алмазов. Его компания занималась продажей алмазов. И безусловно, Калманович сделал на этом вот уже очень большие деньги. В регионе было во всех смыслах жарко. Нон-стоп происходили военные перевороты. И второй золотой жилой стала торговля оружием. Он считал, что он решил свои материальные проблемы. Свои будущих поколений. Он нашел общий язык с этими полубандитами, полудикарями. Калманович убедил темнокожих партнеров, что деньги надо вкладывать в индустрию отдыха и развлечений. И вместе они стали строить отели и казино на границе с ЮАР, где игорный бизнес был под запретом. Там, где строгие южноафриканские порядки могли быть абсолютно проигнорированы, нарушены и так далее. И на ушлого Калмановича обратил внимание знаменитый криминальный авторитет из Соединенных Штатов, выходец из Советского Союза Марат Балагула. Я принадлежу к тем, кто работает с утра до вечера, чтобы заработать. Есть ли у меня бизнес, который получил себе период спокойствия благодаря тому, что мы пришли к некоторому взаимопониманию с мафией? Да. Вместе они начали проворачивать аферы в Америке. Подкупленный ими сотрудник крупного банка проник в базу данных, похитил корпоративные чеки и, самое главное, фоксимиля необходимых подписей. На тот момент они смогли украсть банковских чеков, с разных банков причем, на 27 миллионов долларов. Калманович был в Лондоне, когда его арестовали и обвинили в мошенничестве. Из английской тюрьмы его должны были отправить в Америку, но выпустили под залог в полмиллиона долларов. И Калманович сбежал в Израиль. И дальше происходит волшебная история, что Калманович арестовывается за шпионаж полисоветского союза. Начались долгие допросы. Дело готовили к суду. Прямых доказательств виновности Калмановича не было, но он вдруг начал сам давать показания против себя. Все были очень удивлены. То ли Калманович был напуган той ситуацией американской, что могут его сейчас в Америку экстрадировать, например, там судить. То ли боялся каких-то других санкций именно по статье мошенничества. Что он начал все рассказывать. Он мог получить лет 15, но, видимо, это было лучше, чем смерть на воле. Калманович явно боялся расправы своих криминальных партнеров и получил уже черную метку. Калманович мог сам себе это все устроить для того, чтобы избавиться от давления мафии. Потому что мафия, как известно, давит до конца. За Калмановича ходатайствовали первые лица Советского Союза. Михаил Горбачев, Геннадий Янаев, министр МВД Борис Пуго. И продолжали просить, когда Советского Союза уже не стало. То, что за Шабтая, например, просил Кобзон перед правительством Израиля, у этого удивительно ничего нет, но за Шабтая просил и вице-президент Российской Федерации Александр Рудской. Вот это ходатайство, которое я видел своими глазами, оно немножко вызывает страны. Бизнесмена Шабтая Калмановича убили в 2009-м прямо в центре столицы. И это стало потрясением для его многочисленных друзей из российского шоу-бизнеса. Во-первых, это было неожиданно. Во-вторых, я относил это только к какому-то случаю несчастному. Потом я понял, что что-то такое, то, чего я не знаю, и не знаю до сих пор. И не знает огромное количество народов, в том числе и те органы, которые этим занимаются. Почему Калмановича не убрали тихо, а изрешители из пистолетов автоматов возле Белого дома с таким размахом и громко? Способ убийства очень похож на публичную праздну. Чтобы поведнее и погромче, чтобы резонанс вызвать, я так думаю. Водитель бизнесмена Петр Туманов был ранен тоже, и за жизнь пришлось побороться. Два полевых ранения. Соответственно, полтора недели в реанимации. И журналисты потом писали, что в дипломате шефа, который водитель в тот страшный день не выпускал из рук, было полтора миллиона долларов, которые Калманович вез куда-то для решения очередного вопроса. И водитель, умирающий водитель, этот дипломат делал с собой. И потом, когда пришел в себя, дней через 40, по-моему, он его вернул родным. Судьба Калмановича – это авантюрный роман, в котором есть шпионы, гангстеры, красивые женщины, огромные деньги. И финал у него обязательно должен быть кровавым. Шаптай – это человек-легенда. То, что он рассказывал о себе, трудно пристроить в какую-то одну законную линию. Одним людям он говорил одно, а себе другим он говорил другое. В 1988 году Калмановича судили и посадили в Израиле в тюрьму на 9 лет за шпионаж в пользу Советского Союза. Адвокат посоветовал ему признать вину в обмен на отказ суда докапываться до мельчайших подробностей преступления. И, собственно говоря, жена с ним развелась, когда его посадили в тюрьму как разведчик. Она ему это не простила. Владимир Винокур был в Израиле, когда ему неожиданно из тюрьмы позвонил Шаптай. И артист ответил ему голосом Михаила Сергеевича Горбачева. Я говорю, товарищ Калманович, рад вас приветствовать. Мы с Раисой Максимовной следим за вашей судьбой. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы вы были на свободе. И его вызывает начальник тюрьмы и говорит, ты можешь мне объяснить, как по внутренней связи ты говорил с Кремлем, с президентом России. Калманович обожал потом рассказывать эту историю и вспоминал ее на всех банкетах с друзьями. Говорит Шаптай, мы о вас помним, как говорится, и мы этот вопрос ухлупим перед правительством. И вы достойны звания героя СССР. Мы с Раей, моей женой, обсудили этот вопрос. Она вас тоже любит. Искренне целует куда-нибудь. И добавили еще немножко срок. Но в этой шутке лишь доля шутки, а остальное правда. Горбачев действительно ходатайствовал об освобождении Шаптая Калмановича. В израильской тюрьме бизнесмен-шпион сидел с большим комфортом. Еду ему доставляли из разных ресторанов. А с родины присылали бородинский хлеб, любимую кильку и конфеты Белочка. Он сидел там довольно-таки хорошо. Подкупил начальника самого пенитенциарного учреждения, то есть тюрьмы. Начальник тюрьмы разрешал, чтобы в камеру к Калмановичу даже приходили девушки. И они пять лет развлекали сидельца на регулярной основе. А потом сработали постоянные ходатайствования и липовые медицинские заключения. В марте 93-го года президент Израиля подписал указ о досрочном освобождении Калмановича. Встречать друга из тюрьмы прилетел Иосиф Кобзон и увез его в Москву. Особо старался для его освобождения Иосиф Кобзон. Почему? Я не знаю. Я его никогда не спрашивал об этом. Но факт, да, это факт. Для большинства людей Москва начала 90-х была грязным, мрачным городом, где не платят зарплату, цены в магазинах кусаются, человека готовы убить за копейки. Но при этом сияют огнями новые увеселительные заведения, рестораны, бары, ночные клубы. Можно было в ночном клубе там и министра, и вице-премьера встретить, да? Калманович оказался здесь как рыба в воде и решал вопросы, как говорится, в неформальной обстановке. Он всегда предпочитал пропить рубль с человеком, зная, что сейчас он потратит рубль с этим человеком, а потом на три рубля от него получит. И, конечно, в 90-е Калманович не мог пройти мимо рынков, на которых торговали тогда всем подряд. И этот дикий бизнес с дикими нравами приносил миллионы долларов. В ведении Шабтая были Тишинский, Щелковский и считавшиеся элитным Дорогомиловские рынки. Да, это был путь быстрых денег, потому что обороты мгновенные, доходы гигантские. А еще на рынках тогда активно торговали цветами. И ни одна собака не могла учуять в цветочном аромате запах наркотиков, которые провозили с букетами в столицу. Эти рынки, как сами по себе, они были одна из точек, где распространяли наркотики. Все рынки в то время были поделены между разными ОПГ, и Калманович смог найти общий язык с разными криминальными авторитетами. Он дружил с тем же Михасем, который был на свадьбе его дочери, и он взаимодействовал с Могилевичем. Это была проблема всех тогда, потому что без поддержки, без крыши мафиозной жить было нельзя. Знал ли я представителей мафии? Знаком с ними? Да, знаком. Не так давно посетил день рождения моего друга. Так там был один из лидеров. Сказали друг другу привет. Он даже просил сфотографироваться. Шабтай с удовольствием окунулся в разгульную московскую жизнь и считался звездой среди людей, урвавших большие деньги. Был достаточно вульгарен. Так уж между нами девочками, если хотите девчонку за сиськи или за жопу, он это мог себе позволить и считал это как бы в порядке вещей. Но Калманович мечтал о Балле Пугачевой. Примадонна обратилась к нему за помощью, когда вложила огромные деньги в фирму «Властелина». И как многие другие звездные и простые граждане, осталась с носом. У него же были связи, я так понимаю, определенные. В том банке, в котором она, властелина, держала свое бабло, будем говорить так, да? И сколько я знаю, он помог, он подтащил деньги Пугачевой. Алла Борисовна благосклонно принимала знаки внимания богатого решалы Калмановича. Они, как я понимаю, дружили на регулярном месте, кушали в национале. Единственный раз, когда Шабтай Генрихович проиграл, это он проиграл Филиппу Бедросовичу в битве за руку Аллу Борисовичу. Вот это, мне как говорят, был его единственный проигрыш, который он переживал всю жизнь. На прощание с Шабтаем Калмановичем в 2009-м собралось невероятное количество звезд. Крутой, Басков, Буйнов, Лещенко, Хазанов. Приехала Примадонна с Максимом Галкиным. Гражданская панихида проходила в баскетбольном дворце в Подмосковном Видном. Покойный много сделал для женской команды «Спартак» из этого города. В детстве Шабтай сам занимался баскетболом. Этот вид спорта считался в Прибалтике козырным. И в 1994 году он взял под опеку спортивный клуб «Жальгерис». За 4 года, если мне не смеет память, 6,5 миллиона долларов уложил только в эту баскетбольную команду. В 1998-м «Жальгерис» выиграл Еврокубок, а годом позже – Евролигу. За что президент Литвы наградил Калмановича орденом великого князя литовского Гедеминоса. Он получил высший орден Литвы и приставку «Фон» – «Фон Калманович». Он стал бароном. Я издевался над этим «Фоном», но ему нравилось. И его называл «Фон Рабинович». Мне казалось, что это как-то более эффектно звучит, чем «Калманович». Он ловил кайф, когда видел баскетболисток на площадке и очень любил общаться с ними лично. Видимо, его возбуждали девушки очень высокого роста. Он осыпал своих спортсменок цветами и подарками, оплачивал им дни рождения и свадьбы. Он собрал всю эту команду, отвез ее в дом моды Юдашкина. И их всех Юдашкин одел в больные платья. И в одну из спортсменок Шабтай влюбился без памяти. Но у Анны был гражданский муж. И на ухаживание она не отвечала. И однажды Шабтай привез ее в незнакомый дом, открыл своим ключом квартиру. Они туда вошли, и Анна обомлела. То есть она увидела на стенах фотографии, которые ей дороги. Она увидела в шкафу массу нарядов, платья, юбки, все что угодно, дорогую одежду. И главное, что это были ее размеры. Вскоре они поженились. Анна родила двоих мальчишек-близнецов. Со стороны они выглядели гармоничной парой. Выдающая спортсменка. Я ему всегда говорил, Шабт, себе повезло. Такая прекрасная женщина. И он был по-настоящему счастьем. Знаете, он был такой, как уставший корабль, который наконец нашел свою приступ. Анна была последним человеком, с кем он говорил за 10 минут до смерти. Погубили его, считают друзья и близкие, азартные игры. И то, что Калманович занимался игорным бизнесом. Мы несколько раз попадали в мужских компаниях, там, в бане. Если кто-то предлагал сыграть в карты, Шабтай всегда реагировал и, как правило, выигрывал всегда. Шабтай выигрывал и тут же спускал большие деньги. Просто в карты, в какой-нибудь квартире или в казино. Мы пришли в казино, говорит, вот я тебе даю эти деньги, я тебя прошу очень, что бы ни произошло, сегодня ты мне их не отдаешь. Вот что бы я ни говорил, ни кричал, ни требовал. Но игра сносила Шабтаю, как сказали бы сегодня, башню. Человек он был азартный и при этом взрывной. Добровинский под диким напором Калмановича отдал ему в итоге вверенные деньги. И Шабтай потом чуть не убил адвоката. Я не должен был отдавать мне эти деньги, потому что мне сегодня нужно. Я все проиграл. В начале нулевых Государственная Дума решила прикрыть казино в России, которые, как известно, давали огромный доход бандитам. И на Калмановича вышел Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Вор в законе знал, что ушлый Калманович имеет множество связей и попросил его помочь сохранить криминальную поляну. Калманович попросил на размышления две недели. Он вернулся через, по-моему, две недели и сказал, что он может это сделать. Но это будет стоить 50 миллионов долларов. Огромные деньги. Вячеслав Кириж сказал, что соберут со всех столов и принесут Шабтаю. Страшно переживал за судьбу казино в России и дед Хасан. И он тоже обращался за помощью к всемогущему решали Калмановичу. Но Шабтай, конечно, не смог решить вопрос, несмотря на то, что брал и брал огромные суммы. Уже сумма была какая-то астрономическая, там, по 300. И Ваньков, япончик, да, сказал, что надо деньги вернуть. Естественно, да. В июле 2009 года казино закрылись. А в октябре был убит япончик. Хоронили вора в законе с огромной помпой. И Шабтай, наверное, думал, что это отличное решение проблемы. Я просто сидел в машине, смотрел новости. И по телевизору показывали похороны япончик. Шабтай сел в машину, спросил, что я там смотрю. Я вот рассказал, что похороны япончика. Ну, шкал, ну и хрен с ним, как говорится. Это связанные с смертью, и, скорее всего, из-за одних этих живых. Сразу началась война за огромное наследство Калмановича. И схлестнулись две женщины. Его дочь от первого брака Лиат, и вторая жена Анастасия фон Калманович. После развода с бизнесменом она продолжала получать от него большие деньги. Ну, примерно как-то будешь, а так, я надо вот столько-то, в доллар. Ну, хорошо, сколько? Ну, дам тебе все. Вытаскивал, сдавал. Ведь Настя родила ему дочку Даниэллу златокудрую куколку, очень похожую на папу. Он обожал ребенка и отдал на воспитание сводной сестре в Израиль. У меня же до сих пор где-то лежат бумаги, подписанные Насте у нотариуса Риги, что она отказывается от своей дочери за такую-то сумму денег и квартиру. Позже Анастасия говорила, что бывший муж вынудил ее согласиться на это буквально под дулом пистолета. Но правды узнать невозможно. Иных уж нет, а живые говорить не хотят. Борьба была не столько за ребенка, и не только за ребенка, а за деньги на содержание. Потому что ребенку полагалось деньги, у кого ребенок, тот опекун. В 2009-м Анастасия уже была замужем за другим человеком и ждала от него ребенка. Но после убийства Калмановича вылетела в Израиль и заявила, что хочет забрать Даниэлу. Она после этой смерти хотела прибрать к рукам большинство имущества Шептая Генриховича. Другие, напротив, утверждали, Анастасия боялась, что израильские родственники оставят девочку без наследства. Она выступила в данной ситуации как законный ее представитель, как мать. Для того, чтобы дочь не осталась бы без того имущества, которое полагалось бы по наследству, по закону. Анастасия пришла в школу, где училась Даниэла. Но тут же приехала ее сводная сестра Лиат и вызвала полицию. Ребенок плакал и кричал, мама, 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 пустите меня, я хочу к маме. И, кстати, ребенок кричал это на русском языке. Ребенок не был настроен против матери. Анастасия схлестнулась с Лиат в борьбе за Даниэлу в израильском суде. На сторону Лиат встала третья, последняя жена Калмановича Анна. Данечка с рождения жила с Шаптаем. Понимаете, и только с Шаптаем. Лиат говорила, что выполняет волю отца, который считал, что Анастасия плохая мать, и спустит большие деньги бездумно, дочке ничего не оставив. Что там все пропадет и так далее, поэтому, ребята, вы должны мне помочь, если меня не станет. В результате Даниэла осталась с Лиат в Израиле, что было просто шоком для адвокатов Анастасии. Я просто поразился, потому что ни для кого не секрет, что в Израиле мама это святое. Ну и когда у мамы, извините меня, забирают и отдают сестре, это непонятно. Даниэле говорили всякие гадости про маму, что маме ты не нужна, что делают все для того, чтобы ты стала без денег, что мама хочет отнять твои деньги, что мама тебя не любит. Сейчас Даниэла, которой досталось состояние по разным сведениям от 30 до 60 миллионов долларов, по-прежнему живет в Израиле, работает в тату-салоне и не общается с матерью, живущей в Прибалтике. А московскому городскому суду нужно вынести приговор убийцам Шабтая Калмановича, которых наконец-то нашли и посадили на скамью подсудимых. Исходя из тех статей, которые предъявляются на сегодняшний момент, это достаточно строгие статьи, по которым предусмотрено лишение свободы не менее 10 лет. Не менее. И остается понять, кто заказчик этого преступления, и почему эта троица расстреляла известного предпринимателя и большого друга наших артистов. Редактор субтитров А.Семкин